Привет, друзья! Сегодня я хочу разобрать вопрос, стоит ли брать домой студийные мониторы вместо колонок мультимедиа или Hi-Fi, то бишь домашки. Как результат, я выложу свое мнение, а вы сможете примерить ситуацию на себя, на свои обстоятельства и поделиться соображениями в комментариях. Я не стану разрисовывать экран веселыми картинками, как это сейчас принято в обзорах, а просто запущу обойму фото-аудиосистем. Думаю, это любопытно и в тему опять же. По-прежнему часто люди спрашивают, какую модель выбрать, то ли из пары моделей, иногда вообще, типа, глядя из космоса, какую модель выбрать за 100 баксов. Более осмысленно звучат вопросы, чтоб звонкий звук был, или глубокий, но непременно не гулкий. И как вишенка на торте заключительные условия, и чтоб HDMI вход был, или IPTX HD, или еще что-нибудь несуразное с колонками за 100 баксов. Обидно, знаешь. Я же обзоры пишу, чтобы облегчить понимание этой темы, немного и очень популярно рассказываю об устройстве колонок. Иногда повторяю мысли десятки раз, но вопрос возникает снова и снова. Например, зачем нам платить за колонки до 25 кГц, если я выше 18 кГц не слышу? Я и так, и эдак, ну как еще объяснить? В Жигулях у тебя, то бишь, в Лексусе на спидометре 300 км в час, а по городу можно только 60 ездить. Ничего, что я отвлекся. Мы вроде о сравнении хотели. Окей, тема обзора вопрос, стоит ли взять домой мониторы, ведь профессиональная техника лучше бытовой. Я полагаю, так рассуждают парасичные громадяны, то бишь по-русски простой пользователь. Не стою повторять, друзья мои, это не так. Это даже не дрель Бош зеленого или синего цвета. Разница разительна. Как же объяснить? Сегодня меня бухгалтер натаскивал на отчеты в налоговую и заставил поверить, что формы надо проверять с конца. Попробую сейчас с конца объяснить. С цели и задач. Задача домашнего звукового комплекса усладить ваш слух любимой музыкой в соответствии с вашими требованиями к звуку. То есть в силу вашего воспитания, культурного уровня, возраста, стиля жизни, музыкальных привязанностей, в условиях вашего помещения, своего карты стоящих волн, доставить до ваших возможных неидеальных ушей тот самый звуковой компот, который отдаленно должен напоминать музыку, задуманную автором. При этом у вас одни требования, например, к балансу частот или к громкости звучания, а у другого гражданина другие, возможно, даже конфликтующие с вашими требованиями. Я понятно излагаю? Я вам больше скажу. Мы все слышим по-разному. Я уже 20 раз показывал, но покажу еще раз пачку кривуль, графиков АЧХ, снятых 100 лет назад в лаборатории Белла. Был такой занудочий, именем мы пользуемся для измерения звукового давления. Вот эти децибелы, белы. Так вот, эти графики показывают, как 20 приглашенных экспертов слышат одну и ту же звуковую палитру. Разница составляет до 20 децибел. Это, блин, очень большая разница. И они не шутят. И я тоже не шучу, хотя стараюсь оживить подачу материала. Надо было фотки голеньких девочек с пластинками, кстати, тут понаставить, для поднятия этого самого числа просмотров. Вот, очень хотелось бы, чтобы график был понятен. Он исключит споры и обсуждение этого факта. Итак, домашняя аудиосистема должна звучать как? Красиво. Да-да, без искажений, с громкостью, с параметрами. Все это входит в ваш рейдер. А вот студийные мониторы красиво звучать не должны. Они должны звучать нейтрально и не привносить ничего своего в оригинал трека. Потому что если они бы звучали, например, ярко, то сведенная на них музыка на других домашних системах звучала бы плоско, сухо, безжизненно. И я не утрирую. Вы, наверное, замечали, что некоторые треки звучат иначе, чем другие. Вот в фильмах это часто. То голос тихо, неразборчиво. То шумы какие-то гулкие. То музыка как бы с ненужным эхо. Замечали? Вот. Вот это или плохой мониторинг, или неквалифицированный звукорежий, совсем темный продюсер. Есть еще один аспект. Это сервисная функция колонок. То бишь наличие пультов, куча входов, интерфейсов, куча регуляторов, индикации. Все это отсутствует у прошек и действительно желанно дома. Isn't it? Зато у монитора наверняка есть балансные входы. И, вероятнее всего, нет цифры или блютуз. Впрочем, небалансных входов в хороших мониторах тоже не будет. В смысле RCI, то есть тюльпанов, которыми ловко оперируют домашние пользователи колонок. Конечно, можно купить переходник или специальный кабель с тюльпанов на баланс. Но, во-первых, он дорого стоит, во-вторых, вы уже заплатили за этот профессиональный, очень качественный интерфейс. А теперь бестолково его ухудшаете своей коммутацией. Покупая колонки домой, вы платите за это довольно много денег и рассчитываете на хороший звук и развитые возможности. Целая индустрия работает на разработке новых моделей для домашки. Постоянно появляются новые и новые модели, подчас отличающиеся друг от друга совсем немного. Ну и хорошо. Часто бывает, что в любимой модели раздражает какая-то мелочь. Вот они и пыхтят, чтобы расширить выборы, вы могли подобрать колонки более точно. С мониторами же иначе. Новая модель появляется лишь, чтобы улучшить параметры существующей или перейти на новую технологию, новые излучатели, усилители, процессоры, материалы и так далее. В домашних колонках все то же самое, но сервисные дизайнерские опции также имеют место. Итак, про аудиосистемы, к которым относятся студийные мониторы, туровая и сценическая техника, паблик адрес и прочее, не годятся для дома. Не годятся. Это так же несуразно, как колонки от авто аудио дома. Кто пробовал, знает. Вроде и параметры нормальные, а звук совсем не тот. Ну и вид. Похожая история. Кстати, вы обратили внимание, что много моделей хэндных колонок имеют ленточные твиттеры? Вот. И это правильные твиттеры. Многие спрашивают, за деньги ли я хвалю какие-то колонки. За деньги я, ребята, продаю вот эти самые ленточные твиттеры. Фаунтек, одни из лучших в мире. Для этого и канал этот держу, а не за колонки всякие. Далее выложу батл мониторов и колонок хай-фай, чтобы проиллюстрировать вышесказанное. Впрочем, это не сегодня. До скорой встречи, друзья.